Канобу.ру представляет Компании Microsoft и 343 Industries поделились новыми деталями сетевого режима Halo 4. При достижении 50-го ранга спартанцам игрок сможет выбрать одну из 8 специализаций, в рамках которой он пройдет еще 10 рангов. Например, специализация Stalker позволит вам видеть на карте всех врагов, которые когда-либо атаковали вас. Сразу же после релиза игрокам будут доступны только две специализации. Быстрый и бесшумный шпион Wetwork и Pioneer, который получает очки опыта быстрее других. Оставшиеся 6 классов будут введены в игру постепенно. Halo 4 выйдет 6 ноября на Xbox 360. Electronic Arts анонсировала новую часть сериала Common and Conquer. Внимательные игроки спросят, а как же Generals 2? Ответ есть на официальном сайте игры, где Electronic Arts разъясняет, что компания решила взяться за новое направление. Серия переходит на систему Free-to-Play, и Generals 2 будет первым релизом в новой линейке Common and Conquer. То есть разработчики сделали игру бесплатно и убрали слово Generals из названия. Common and Conquer выйдет в следующем году и будет эксклюзивом для сервиса Origin. Sony прервала омолчание, сопровождавшее последний год разработки The Last Guardian. Игра все еще жива. Представитель Sony Сюхей Йосида объяснил, что в определенный момент разработчики довели проект до рабочего состояния, но столкнулись с техническими проблемами, которые отбросили разработку игры назад к этапу проектирования. В чем именно заключались эти проблемы, Йосида не уточнил. The Last Guardian выйдет для PlayStation 3. Дата релиза, как вы понимаете, не называется. Канами назвала дату релиза Metal Gear Rising Revengeance. Игра выйдет 19 февраля следующего года в США и 21 февраля в Европе. Неизвестные проникли на стенд компании Larian Studios на Gamescom и унесли компьютеры с ранними билдами Dragon Commander и Divinity Original Sin. Издатель предлагает 5000 долларов за информацию о местонахождении машин. Тела героев и в первую очередь героинь файтинга Dead or Alive 5 будут покрываться потом и грязью. В разговоре с Еврогеймер руководитель проекта Йосуки Хаяши заявил, что это делает бойцов круче. А на канобу сегодня буквально следующее. Прямо с выставки Gamescom 2012 Вячеслав Мастицкой рассказывает об игре Assassin's Creed 3 Liberation. Кирилл Перевозчиков делится впечатлениями от Splinter Cell Blacklist, опять же из Кёльна. Сегодня в 19.00 по московскому времени стартует прямая трансляция одной из самых смелых попыток побороть сериал GTA. Игры Sleeping Dogs. Не пропустите. Ну а завтра смотрите итоги недели с Виктором Зуевым. У меня на этом все. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok